Буквально на глазах, обрастая зеленью, новая пешеходная зона города Щелково. После реконструкции большой популярностью пользуются у жителей улица Парковая. По вечерам невероятно людно. И чтобы кислорода хватило на всех, служба озеленения в спешном порядке восстанавливает зеленые насаждения, пострадавшие в ходе строительных работ. В рамках акции, приуроченной ко дню города Щелково, присоединиться к посадке мог каждый желающий. Особенно старались приобщить самых юных жителей. Конечно, это очень важно. Мы пошли, чтобы ребенок видел обязательно. В садике мы тоже любим. Конечно, полезно. Полезно, особенно, мне кажется, очень важно для наших деток. Через несколько лет они придут сюда погулять и скажут, что здесь я посадил свое дерево. Мы с Олечкой пришли сажать дерево. Она большая вырастет, я ей расскажу, где она растет. И она будет сюда приходить и любоваться им. Да, Оль? Скажет, это я посадила. Я рада, что наш город становится красивым благодаря нашим жителям. Это очень важно, чтобы каждый принял участие в таком замечательном деле. Чтобы осталась память о себе, надо украшать свой город. Также мы дышим ее, правильно? Это кислород. Посадить куст или дерево жители могли без особого труда в специально подготовленные заранее ямки. Так, на Парковой появлялись саженцы рябины, клёна и симпатичный кустарник. Вот так, своими собственными руками, каждый житель мог пустить вклад в озеленение родного города. Кстати, это куст кизильник. Когда он вырастает, образовывает очень симпатичную зеленую изгородь, если, конечно, за ней правильно ухаживать. Акция накануне Дня города продолжалась в течение трех дней. Всего в рамках благоустройства новой пешеходной зоны планируют высадить более 600 растений. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».